Дорогие друзья, уважаемые коллеги, дорогой русский мир, как и всегда, ежегодно мы подводим итоги конкурса Корреспондент Русского Мира. Каждый год лучшие работы получают признание. Обычно мы подводили итоги этого конкурса вместе, собравшись на Ассамблею Русского Мира, когда я имел возможность и посмотреть сами работы, встретиться с нашими лучшими корреспондентами, вручить им подарки, призы, пожелать им успехов. К сожалению, в этом году я смогу только пожелать успехов, дистанционно вручить призы и дистанционно поздравить, потому что ситуация с пандемией, к сожалению, разорвала и живое общение русского мира, но она не разорвала, безусловно, наш огромный, могучий русский мир, который объединен любовью к русскому языку, к России, к русской культуре. Это огромный мир, для которого очень важно чувствовать это свое глобальное единство. И корреспонденты русского мира — это и корреспонденты, связующие нити нашего единства. От вас, корреспондентов, мы узнаем, что происходит в самых разных уголках земного шара, где люди думают и говорят по-русски, как организуются работы наших соотечественников, как работают наши русские центры, что люди чувствуют, что люди думают, что они хотят сказать нам, тем, кто остается здесь, в России. И эти корреспонденты делают очень большую работу. Помимо того, что это творческие люди, люди, которые действительно отдают свою душу своей профессии и находят время для того, чтобы найти там частицу души русского мира, это действительно очень хорошие, творческие, думающие, умные люди самых разных возрастов, профессии. Не обязательно профессиональные журналисты, операторы, телевизионщики, авторы, но и просто люди неравнодушные, которым интересно все, что происходит вокруг в нашем большом русском мире. Я от всей души хотел бы, прежде всего, поблагодарить всех тех, кто принял участие в этом ежегодном конкурсе. Огромное количество работ, огромное количество творчества, позитивной энергии, боли, забот, вдохновения. Это действительно очень здорово. Я хотел бы поздравить победителей, тех, кто смог донести, во всяком случае, до нас, как нам показалось, лучше других вот этот нерв русского мира или его красоту, или его всеохватность. Поздравить наших победителей, пожелать им, ну, прежде всего, крепкого здоровья, что мы всем желаем в нынешней непростой ситуации всегда оставаться такими же творческими, целеустремленными. И я хотел бы пожелать вам в новом, уже наступившем 2021 году счастья, здоровья, успехов и всего самого наилучшего. Пусть 2021 год будет менее запоминающимся, чем 2020, но более насыщенный творчеством и, я надеюсь, более насыщенный нашим общением. До встречи в наступившем 2021 году. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok